По данным областного центра занятости, уровень безработицы в Донецкой области мало изменился в 2013 году по сравнению с 2012 и остается в пределах 8-8,5%. Однако резко увеличилось количество людей, которые стали на учет в центрах занятости. Прирост составил более 18%. В этом году зарегистрированный рынок труда увеличился. Рост на 18,1% и с начала года на учете в центре занятости состояло 125,6 тысяч человек. Но, как вы понимаете, эффективность работы зависит не от количества людей, которые состояли на учете, а от эффективности, от тех результатов, куда идти дальше люди пошли. Трудоустраиваться, переобучаться, на временную занятость и так далее. В регионе все так же велик спрос на представителей рабочих профессий. Больше всего требуются водителей большегрузных машин, автобусов и троллейбусов, медсестер, токарей, фрезеровщиков. Также нужны и инженеры определенных направлений. В службе занятости удалось трудоустроить 44 тысячи человек, что на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Отчасти этому способствуют новые нормы закона Украины о занятости населения, которые позволяют государству возмещать работодателю единый социальный взнос в случае создания новых рабочих мест. До января этого года существовала такая мера, как дотация работодателям за трудоустройство безработных. И эта сама дотация выражалась в том, чтобы в течение года заработную плату, выплаченную трудоустроенному на дотационное рабочее место безработному, возмещает служба занятости. В новом законе этой нормы нет, но есть компенсация работодателям выплат, которые он потратил в виде единого социального взноса. То есть взноса на социальное страхование. Работодателю, статья 26 закона говорит о том, что работодатель, трудоустроивший на новое рабочее место граждан, указанных в статье 14 закона по направлению центра занятости, на срок не менее чем 2 года ежемесячно компенсируются фактические затраты. В этом году с возмещением социального взноса в Донецкой области было трудоустроено более 900 человек. Это больше, чем в близлежащих регионах – Харьковской, Днепропетровской или Запорожской областях. При этом работодатели довольны нынешними условиями. В августе 2013 года мы проводили набор сотрудников на рабочие места, на новые рабочие места, поэтому мы решили воспользоваться возможностью получения возмещения социального взноса, так как трудоустраивали мы социально незащищенную категорию безработных. Компенсация единого социального взноса для нашего предприятия тоже является хорошей материальной поддержкой. Мы трудоустроили 11 безработных. Это и токарь, это электрогазосварщик, это наши ведущие профессии – волочильщик проволоки, машинист по навивке канатов, это ремонтный персонал, слесарь электрики, электромонтер по ремонту электрооборудования. Особенно выгодно возмещение соцвзносов для небольших предприятий, среднего и малого бизнеса. На момент создания предприятия у нас было на предприятии два человека оформлено и работали. В связи с расширением производства возникла необходимость в дополнительных кадрах. Неоднократно ранее сотрудничая с центром занятости, мы узнали о такой программе существующей по возмещению единого социального взноса работодателям заработников, которые были приняты на вновь созданные рабочие места по направлениям центра занятости. Надо сказать, что программа эта наша нас очень заинтересовала. Прежде, конечно, на предприятии мы просчитали экономические выгоды, которые ждут нас от этого сотрудничества. На сегодняшний день мы имеем 19 новых рабочих мест созданных. Из них 8 человек мы приняли по направлению центра занятости. И на сегодняшний день экономическая выгода составляет у нас порядка 6 тысяч в месяц и где-то 70 тысяч в год за возмещение единого социального взноса. Ну, я хочу сказать, что для нас, как для вновь созданного предприятия, это существенное облегчение в нашей деятельности, конечно. Развивается в области и направление самозанятости населения. Это когда безработные, пройдя определенное обучение и получив финансовую поддержку центра занятости, открывают свое собственное дело. В начале, когда только началась эта работа, еще в 90-х годах, то, конечно, подавляющий удельный вес составляла торговля. Торговля, частично закупочная деятельность. На сегодня тенденция шла к тому, что торговля уже, вот в прошлом году это было где-то 37%, а уже развивались и услуги, сфера услуг. Скажем, юридические услуги, скажем, даже вы видите сегодня слайды, это создание таких организаций по предоставлению услуг развлекательных, обслуживания людей. Это и сельское хозяйство, которое развивается, это юридические услуги, это строительные работы, ну и, конечно же, виды ремонтов различные, какие-то объекты питания. В этом году количество бывших безработных, ставших предпринимателями, увеличилось по сравнению с 2012 годом на 60% и составило более 800 человек. Я был направлен на курсы, повышение профессиональной подготовки. Со мной работали очень замечательные специалисты, очень профессиональные педагоги, и я получил очень большой багаж знаний для своей дальнейшей деятельности. То есть мне помогли составить и бизнес-план, и просчитать все риски, и все возможные там, все то, с чем я смогу столкнуться в процессе своей деятельности. Также мне выделили единоразовое пособие для организации своего бизнеса, и я открыл свой магазин в начале детских товаров и игрушек. В процессе деятельности я расширял свой ассортимент, и сейчас я занимаюсь продажей и производством мебели. Планирую в дальнейшем, так как уже сам не справляюсь, привлекать и наемных рабочих, составлять с ними трудовые договора, ну и планирую расширяться. При этом разовая финансовая поддержка, которую выплачивает Центр занятости предпринимателям, это их пособие по безработице за год. То есть у каждого сумма своя. Разброс цифр достаточно велик. В областном центре занятости отмечают, что минимальная сумма составляла 3-4 тысячи гривен, а максимальная – 35 тысяч. Сергей Болдрев, Первый муниципальный. Сергей Болдрев, Первый муниципальный.